К нам обратился клиент, который раскручивает свой интернет-магазин. Имеется расклад, который помогает глубже понять ситуацию развития данного бизнес-проекта. И расклад этот называется «Три мнения». Первая карта обозначает предпринимателя. Это тот, кто смотрит в будущее. Это построение своего будущего. А также эта карта говорит о том, какая энергия будет работать в данном предприятии. Вторая карта условно называется «Менеджер». Тот, кто действует очень расчетливо. Немного смотреть в прошлое. Его мера очень строгая. Он не идет на компромисс. И это ваше прошлое. Третья карта называется условно «Специалист». Это тот, кто выполняет то, что задумано. И обозначает настоящее. Четвертое – совет от предпринимателя. Пятое – совет от менеджера. Шестое – совет от специалиста. И седьмая карта – общая энергия предприятия. Далее на рисунке вы видите схему расклада и расположение карт, на которой делался данный расклад. И используем метакарты, чтобы была возможность более точно увидеть, какие программы реализуются на всех уровнях фирмы. Предприниматель выпала карта «Мельница». Она говорит о том, что когда фирма создавалась, то хотелось, чтобы именно она начала приносить стабильный и постоянный доход. Предприниматель считает, что энергия фирмы настроена на постоянную прибыль. И эта идея должна была принести постоянный доход. Предприниматель – оптимист, потому что считает, что это легко выполнимое действие, и здесь никак иначе доход сам будет идти в руки. И предприниматель видит будущее. И такое будущее будет, если менеджер и специалист согласятся. Менеджер – это карта дом. Он говорит, что в прошлом произошли какие-то механизмы, которые еще не позволяют проявлять себя в полной вере, как хотелось бы. Вероятно, что магазин еще очень трудно пока найти в сети интернет. Да, он имеет какой-то нишу, кто-то что-то слышал о нем, но пока на этом все. Поэтому менеджер видит, что препятствия будут обязательны. И пока человек не победит самого себя, есть страхи у него изменить что-то в себе в самом. Стать кем-то. И поэтому наш клиент или цены делает слишком низкие, или же не ценит свои услуги. Люди не понимают, зачем им необходимы его товары. Менеджер считает, что новый путь всегда необходимо проходить. Будут трудности, но препятствия преодолимы. И если ясно, можно будет увидеть свою цель. Менеджер говорит, что необходимо заинтересовать чем-то людей. Надо им показать, как использовать те товары, которые продаются в магазине. Специалист – это тот, кто живет тем, что-то приносит настоящий день, сегодняшний день. И он готов действовать. И выпала карта море. Специалист утверждает, что только в сотрудничестве с кем-то он справится. Или же ему самому придется много вкладывать сил и времени, чтобы все получилось. И совет предпринимателя. Выпала карта крепость. Множество дел лучше делать самому. Никто лучше не сделает. Необходимо дать вашему предприятию время. И тогда получится все то, что вы хотели. Только работать надо методично, просто расписывая все по часам. Мельница вместе с крепостью советом говорит о том, что время принесет удачу и наблюдателей. Практические услуги, прикрытые материалы помогут сильно продвинуть дело. Действуйте. Постоянно и твердо. Держитесь терминов. Обязательно вводите что-то регулярно. Например, группа в соцсетях, которая посвящена вашему магазину. И совет менеджера «Мертвая вода». Скарт обозначает, что все пойдет хорошо и правильно, если же будет налажена определенная строго четкая структура. Вначале надо сложить все в единое целое. И затем только это тело приобретет дух. И дом переходит в мертвую воду. Это значит, что герой, выйдя из своей идеи, сразу же испугается тех препятствий, которые появятся. Но именно они же сделают его сильнее. Как только структура будет четкой, твердой и прочной, то и успех не заставит себя ждать. Прошлое уйдет, а будущее будет нести желаемое, потому что карты предпринимателя более теплые. Страхи закончатся, только надо проявить мудрость. Совет специалиста. Выпала карта «Божья коровка». Элемент творческого подхода к магазину будет делать свое дело и обязательно принесет результат. Необходимо донести людям, что магазин дарит им радость. Им необходимо доставить такие товары, чтобы снимали их грусть и напряжение. На момент расклада магазин еще маленький, но ведь работая над ним, можно превратить его в крепость, сильную и могучую, и получить тот результат, который ранее планировался. Заминка будет, конечно же, в работе, которая будет заставлять сомневаться, переживать, потому что магазин будет переживать так же застой. Только это закончится, и обязательно после зимы наступит весна. И в итоге выпала карта «Белый олень». Фирма будет известна, потому что ее берегут высшие силы, ангелы и покровители. Она принесет удачу, и тот человек, который будет пользоваться услугами фирмы, останется довольным.